Вот этот прибор у нас показывает давление в прямой сетевой воды Свердловского района. То есть при опрессовке мы имеем возможность контролировать давление, смотрим по этому прибору. Машинист Центрального теплового щита управления паровыми турбинами турбинного цеха Александр Борисов рассказывает, как определяют слабые места иркутских трубопроводов с помощью гидравлических работ. Сейчас они идут в Свердловском и Правобережном округах. Технологический процесс выглядит так. На участке трубопровода перекрывают воду. Потом температуру в сетях снижают до 40 градусов, чтобы в случае разрыва рабочие не получили травмы. Затем специалисты постепенно повышают давление в трубе до так называемого испытательного уровня, примерно на 25%, и выдерживают 20 минут. Все показатели можно видеть на экране компьютера и отслеживать по приборам. Если давление в трубе резко упало, испытание на прочность не пройдено. Значит, участок считается неплотным. Мы садим давление до рабочего, звоним в диспетчеру тепловых сетей, они находят этот участок, отключают его и предпринимают свои меры. Если в течение 20 минут сеть выдержала, 20 минут давление держится, 18,5 килограмм. В этом случае участок тепловой сети считается плотным и испытания пройдены. Обязательное условие при проведении гидравлических работ – отключение горячей воды. Мера необходимая. Специалисты объясняют, это нужно для того, чтобы обезопасить систему водоснабжения в зданиях. Однако уже сегодня существуют более современные способы контроля за состоянием трубопроводов. Если применять их, отключение воды не потребуется. Мы занимаемся сейчас согласованием их с Ростехнадзором, с различными организациями, которые дают заключение, с тем, чтобы в будущем обходиться без отключения. Диагностировать сети в эксплуатационных режимах с помощью приборов специальных. Там есть метод акустической диагностики плюс метод толщинометрии. То есть, совмещая несколько методов, добиться качественно более высокого уровня эксплуатации сетей, выявления повреждений. Гидравлические испытания завершатся 14 июня. Потом специалисты приступят к ремонтным работам, которые будут идти до конца лета. После ремонта на проблемных участках проведут дополнительные испытания, чтобы следующий отопительный сезон прошел без аварий и сбоев. Вероника Дитова, Константин Синицын. Новости сейчас.